Добрый день, дорогие мои подписчики, мои любимые ученики! Сегодня прекрасный ноябрьский денёчек, светит яркое солнышко, и у меня сегодня возникла идея нарисовать прекрасную, сочную тыкву, которая символизирует что? Это мой вопрос, на который вы мне должны дать ответ. А мы с вами начинаем! И вот она, красавица тыква! Сначала мы с вами внимательно разглядываем её, смотрим, какой она формы, потом продумываем, сколько места она должна занимать в листе бумаги, и компонуем её, но так, чтобы она не была слишком мелкой и в то же время не была слишком крупной. Вот материалы, которые мы использовали для того, чтобы сделать линейный рисунок. А теперь приступим к цвету. Самое светлое около кожуры делаем это белым, потом добавляем жёлтый поверх. Кое-где оставляя, чтобы просвечивал белый. Берём оранжевый мелочек. Обязательно выделим несколько вкусных косточек. И, конечно, мякоть, которая посередине. Она придаёт такую живость нашей работе. И тыковка должна получиться такая, чтобы её захотелось скушать. Во время работы обратите внимание, какой у неё удивительно насыщенный цвет. И он не просто оранжевый. Здесь много разных оттенков, про которые я говорю на каждом нашем занятии и в каждом нашем видеоуроке. Поэтому ваша задача, как у художников, нарисовать так, чтобы тыква была сделана не одним цветом, но в целом читалось, что она оранжевая, да, с большим количеством разных оттенков. Обратите внимание, как кожура тыквы контрастно отличается от самой сердцевины и мякоти. Во время рисования постоянно смотрим на натуру, не утыкаемся в свои листочки с бумагой, а обязательно три раза смотрим на натуру, один раз на бумагу. И тогда у вас всё получится. И тогда у вас всё получится. Субтитры сделал DimaTorzok Чёрным работать очень осторожно, потому что, если вы будете сильно нажимать, у вас получатся дырки. А вам надо, чтобы получились косточки. Тёмные пятна делать очень осторожно, поэтому, если вы не умеете пользоваться чёрным цветом, лучше его вообще в руки не брать. Потому что, чтобы сделать вот эту мякоть, я кое-где себе позволяю добавить. Но это не каждый сможет справиться, поэтому лучше не искушайте себя, пока вы ещё не опытные. Видите, я чёрный немножко смягчаю другими оттенками, другими цветами, и получаются другие оттенки. Здесь надо очень хорошо чувствовать, каким цветом, где подправить, чтобы получилось именно то, что нам нужно. Мякоть здесь помним, да? Видите, я синий туда добавляю, какой угодно цвет. Сейчас чёрненьким осторожненько я буду использовать для того, чтобы сделать толщинки у косточек. Это очень уже кропотливо, но необходимо для того, чтобы придать объём. Кое-где, кое-где, везде не надо. Иначе может не получиться. И если вы испортите сердцевину, потом придётся всё заделать. Потому что, видите, здесь кончик такой очень толстый. Я делаю рёбрышком, чтобы получилось потоньше. Разные там проживочки. Мякоть. Видите, как мы делаем с вами? Здесь хочется добавить ещё немножко оттеночка, как в натуре. Так, а здесь всё потемнее пошло. Здесь я почему-то до этого высветлила. Сейчас мы это сделаем чуточку. Потемнее. И плавно сходит на нет, конечно. Нам нужно, чтобы работа получилась творческая. Это что значит? Значит, она должна быть не просто гипернатуральная, а всё-таки художественная. Это очень важный момент. И следите за тем, когда вы работаете, чтобы у вас работа не ушла в гиперреализм. Вот наши супер-косточки. Конечно, если бы я работала гуашью, у меня было бы легче. Задание для меня. Потому что толстыми пастыленными очень сложно, конечно, делать мелкие детали. Очень сложно. Но мы всё равно, конечно, с этим справимся. То, что самое главное, проделать именно вот эти косточки. И, конечно, с этим справимся. ну вот наша тыква готова надеюсь вам было интересно вместе с нами рисуйте свою тыкву присылайте работы оставайтесь и рисуйте с нами потому что дальше будет только интереснее всего доброго хорошего солнечного настроения с вами была студия палитра и я екатерина кондрашина всего доброго спасибо большое за внимание пока пока